К.Б. Бирюлева. Это проектное бюро инженерии. Когда строится такая квартира с нуля, только задумалась о том, что нужно делать, только планировка какая-то появилась. Сразу к нам нужно обращаться, потому что это инженерия, электрика, она влияет на дизайн. Он очень серьезный. Учая дизайнер? Ну, дизайнер себе говорит, у меня здесь будет светильник, у меня есть такая люстра, здесь у меня телевизор, здесь кинотеатр, здесь у меня бойлер висит. А мы должны создать скелет этой системы, электрический, и скелет управления, чтобы это все заработало, слаженно, классно, и не было, не висело никаких проводов, что-то на месте были розеточки и так далее. Да, да, пишем. Это как? Без розеточки? Как? Все то же самое, только, если заранее это все спланировать и спроектировать, это получается дешевле и правильнее, и, самое главное, быстрее. Экономическая выгода и выгода, экономия времени. Для человека, который строит, потому что обычно как на стройках собираются, помашут руками и разобьются. А мы это та инженерная фирма, в которой стекается вся информация, с подрядчиками, с конец-прочеками. Ну что я сейчас, ты хочешь, чтобы я сказала, скажи мне. Первое, это, что обращался в компанию Home Cinema. Долгий год. Долгий год. Был от этого, вот уже 20 лет. Уполняли работу, так что товар еще и дальше. Ну, как есть, конечно, дороговато, как она сделает. Хорошо, то есть, ну, как есть. Не, ну, на самом деле, правильно, что она была, это же интересная для тех, которые, они новые будущие клиенты, то есть, я для них, как типа, если я говорю, значит, доверяю, ну, что-то как-то так. А не вы, я думаю, что, раз человек доверяет, то, знаешь, это цель, правильно? То, что ты знаешь, а второе, то, что ты не знаешь, это вот КБ Бирилева, в том, что если я цеплю КБ Бирилева, как, знаешь, советский КБ, Конструкторское бюро Бирилева, что если я буду строить дом, я обязательно обращусь, потому что, я знаю, Бирилева для того, чтобы он мне сделал инженерную электрическую систему. Мы говорим, я Бирилева, персонаж, а тебе? Да. Да, Валентин. Да. Хорошо. Это все будет один ролик или два ролика? Это, ну, это будет потом два ролика. Хорошо. Значит, мы сначала пишем про хум-синема. Да. Что мы должны за 10 минут служить. За 10 минут? Круто. Да, потом я ухожу. Ну, ясно. А где, в каком фоне тебя лучше? То, что, знаешь, может, ты шарик убрать, аж буду на День святого уйти. А я крупный, а крупный возьму тебя, когда ты будешь говорить. А как же с уиски? Бери, я хотела уйти. Кстати, просто подогу. Десять минуты, подписывай с роликом, давайте пьем. А как тебе вообще-то вся ситуация? Вот ты вот ездишь по миру, сможешь со стороны посмотреть, что происходит. Хочется, честно скажу, вот, когда ты куда-то улетаешь, просто она переводит в недоумение. То есть, она, насколько, вообще, насколько, ну, искусственная, настолько она, то есть, ей довели вот так люди, которые заинтересованы вообще в что-то в другом. И она думает, ну, чё пинет там, получим эту Украину, там, украинцы. Это так есть. Спектакль. Вот, и пусть учится, ну, там, 40 миллионов человек. Таи, что ли? Ну, то есть, вот она как-то так, потому что жизнь она идет, нормально. И как таковое, что подумать, это же можно было дуряться иначе, по-другому. А так решили экспериментировать все. Ну, а кто эти эксперименты? Так это же и американцы, и европейцы, и россияне. Наши? Они тоже, нет, ну, наши, они, как всегда, там, получают деньги и довольны, понимаешь? Ты для этого пришел, да? Ну, все, пока. Нет, выпьем еще. Давай же шли. В каком году ты приехал в Украину? Я же приехал в Украину. Я что, не был в Украине? Я 77-го года. А, в Средни? Да. Нет, я тебе скажу, так жалко, блин, вот вчера. Ну-ка, неделю улетаю, там, не знаю, раз-две. В свое время такая... Ну, как-то там же выиграть. А, эта ситуация с долларом, это что, нормально? Это с долларом, это вообще нет. А, эта, она вообще дура, она сегодня сделала заявление утром, говорит, это адекватный курс, ты видишь? Нет. Сегодня в 10 утра она делала заявление, типа, что бы вообще жалко, адекватный курс. Ну, конечно, если у тебя доллары, там, евро, и для тебя это вообще супер курс, в принципе. Ну, давайте, заменимая Украина. Расцветает, наконец-то. Вроде говорят, пару лет надо отмучиться, и потом все будет хорошо. Да? В 2017. Слушай, какой я умный. Гринчевый глибель, который он и так есть. Ну, а как ты вот свое будущее с Украиной? Ну, слушай, я же сработал с Евро-Ньюзом, поэтому мне как-то, знаешь, по этим странам, у меня там стабильный доход с ними. Слушай, сколько уже второй, второй год прошел уже. Ну, да, все, да. Я же никогда не работал вот так, примерно, какой-то западной компанией. Именно как проект? Ну, я отвечаю за 12 стран, получается, да. Проект-менеджер, вот езжу по этих всех стран, и там, заключаю договора, там, включаю свои пациенты. Африка есть? Африка северная. Мы сейчас открываем там как раз большой проект. Африка Ньюз называется. Это вообще отдельный проект. Тоже очень хороший, поэтому нормально. А Евро-Ньюз, там же большая доля ВГТРК, то есть российский. Ну, нет, и только там, многие. Но они влияют на политику Евро-Ньюз? Так как я влияю на твоего бизнеса, знаешь. Это просто здесь вот, знаешь, так прикольно, типа, так говорит русский или я, это. И, конечно, знаешь, даже русский их поднимает здесь намного больше, чем они есть на самом деле, вообще, по всех направлениям. Вообще-то, знаешь. Сейчас ты же все, я тоже, голова, она, то, что, что, Россия, что, она, что, она, что, отъезжая от Москвы, чуть-чуть, так, там вообще все развалено, в принципе. Я смотрел этот фильм. Левия Фан. Смотрели? Да. Да, мне не. Ты смотрел, да. Вот она и настоящая жизнь, на самом деле, в России. Ну, я поездил бы, может, по глубинке тоже. Поэтому это все психологически, мне кажется, все больше, намного, чем реально. А люди же, ну, идут. Ну, это все, ну, если им что-то рассказываешь, а-а-а, ой. Главное, чтобы у людей были деньги, понимаешь, вот так, если будет доллар, еще вот, если еще вот хуже будет, так это же вообще, ну, не за что будет купить вообще еда, понимаешь? Ну, а что ты думаешь, что в марте произойдет? Не, я думаю, что по-любому как-то, ну, найдутся какие-то умные калинисты, мне кажется, которые это все остановят. Я очень не хочу, чтобы была опять какая-то, это, ну, а что для тебя за это время, что, чем для тебя стала Украина? Любимая страна. По-любому. А ты же когда понимаешь, что любишь, когда проблемы, и ты думаешь, ну, могу или я, ну, или не могу, ну, не могу. А дети? Да это еще хуже мне, в принципе, это направление. Вообще никто не хочет, ни во Францию, никуда. Ни говорят, ну, так что, нет, 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 тут. Это ты по-нашему, это, особенно старше. Но они поучились где-то за границей? Не, ну, они, да, ну, в основном здесь учатся. Ну, что, ну, те, мои знакомые, которые поучились в Лондоне пару лет, они в Украине не видят вообще будущее? Ну, вытащи, а они не терпелинцы хотят. Учились, потом вырвались. Как-то так. А ты что, когда это, где ты уже был? У меня же один, в Ростерпинске. А, ну, скажи. Я еще не смотрел. У меня вторая дочка родилась, 4 месяца сейчас, да. Злата. Хорошая имя. Спасибо. Ну что, давай. Кто-нибудь говорит. И потом, как их вырвать? Да, 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 очень короткий формат у нас, очень короткий. Давай тогда, и вопросы, куда смотреть, туда или на тебя? Общение, общение, общение. Ну, давай тогда про хум. Хум Синема. Да. В каком работе обратился? Не помню, но хум Синема, это точно я помню. Именно от хум Синема я узнал, что есть некий там, что звук может быть не так, как мы к нему привыкли, а можно еще колонка слева, колонка справа и так далее. Да, то есть это было давно, это было, наверное, где-то, ну давно, не могу вспомнить, но больше, больше 10-15 лет, наверное. Нам сначала тяжело было как-то найти общий язык, но немножко так, но... Нет, ну, что хорошее, для тех, которые не знают, что хотят, вот всегда будет тяжело работать с хум Синема от начала. Для тех, которые знают, что хотят, они будут получать довольство, потому что можно спорить с Валентином. Потому что, как правило, как фамилия правильно? Бирюлёв. Да, как правило, Бирюлёв, он не может предлагать самое простое, что есть на рынке, он сразу предложит самое лучшее, что есть на рынке, естественно, это самое дорогое. А любой человек, который хочет себе ставить там звук, например, там, ну, думать, там, себе поставили звук там на 3 тысяч долларов, приходит тебе Бирюлёв, и тут на 20 тысяч сразу. А как ты услышал звук, ты понимаешь, нет, ну, лучше уже тогда накопить 20 тысяч и купить хороший звук. Поэтому по-любому есть, ну, я, ну, скажу на самом деле, как есть, то есть хум Синема, она всегда пошла впереди, намного впереди, чем другие. И поэтому ты экономишь, когда работаешь с ними, потому что ты и так там через год будешь снова что-то делить. А так лучше сразу делить то, что, как должно быть там, наибольшие деньги и лучшее качество. Ну, надо не забывать, что мы в первую очередь делим до нашего домашнего комфорта, поэтому стоит на это правильно тратиться. Ну, а как в дальнейшем, вот поставлена система, было ли обслуживание какое-то? Нет, в принципе, это тоже хороший момент, это в том, что есть хорошая команда, которую можно их мучить, в принципе, там, в любое время суток. Ну, еще надо не забывать, что делится качество на работе, то есть нет необходимости обращаться часто, да, но именно если человек ставит себе там спутниковый телевидение, там, например, у меня французский телевидение, вот, мне приходится их мучить, потому что там меняются коди постоянно, например, да. А так, если ты ставишь все, как сказать, что-нибудь стандартное, там, ну, они всегда есть, можно всегда кому-то позвонить, но, по крайней мере, можно Валентину звонить, а он дальше уже или тебя пошлет, или что-то подскажет, да. Ну, будет реакция. Либо требуем, реакция будет, да. И реакция тоже. Я медленно снимаюсь с тебя санкции, да, рубль поднимается. Вот, как-то так. Ну, а собираешься ли ты строить что-то еще? Нет, ну, я всегда строю это как раз, поэтому мы давно дружим с Хум Синева, потому что я постоянно что-то строю. И вот знал о новом проекте, который называется КП Берилёва. КП Берилёва, да. Я думаю, ну, это, естественно, мы сейчас как раз подождем, чуть-чуть поймем, как ситуация, но мы хотим построить за городом небольшой домик. Вот, наверное, и однозначно обратимся в эту компанию, чтобы заранее можно было подготовить всю коммуникацию. Я даже помню, в этой квартире, вот, ты был первый, который мне сделал всю коммуникацию, чтобы я даже, ну, как-то так, не видел ни одного, там, шнура, там, не видел ни одного кабеля, там, DVD поставил возле кровати сразу, чтобы не бегать ни от диска еще, когда был DVD. Поэтому, то есть, сейчас, как сказать, в современной технологии многое, что позволяет, но надо, чтобы быть человек, который знает, что технология позволяет. Ну, вот оно. Я ответил. Очень важно не забывать обращаться на стадии именно, как только задумал эту идею, особенно в доме. Нет, но это важно, потому что, почему, потому что ты, когда думаешь об идее, и есть человек, который тебе может подсказать, так ты уже можешь что-то добавлять, то, что и ты даже и не подозреваешь, что так можно сделать. Вот как раз, и, ну, вот все, которые только думают, что строится, вот обращайтесь. Я рекомендую, у меня от этого никакого там выгода процента, потому что Валентин делиться не любит. Но, тем не менее, я всем советую. Кстати, еще Валентин любит хорошие выиски, поэтому вы или заранее братьте все ваши бутылки выиски в доме, когда он к вам приходит, или знайте, что вы это любите и готовитесь. Можно потом будет хорошо и долго приседовать. Но скидка не ждите. Как ты относишься к религии? Что для тебя религия? Это уже не по теме. Это что-то вам тут будет уже. Это третий ролик. Религия – это спасение души каждого. Что у тебя? Я у тебя видел. Вот-вот. У нас православный буддийский дом. Да. Это такая самая православная буддийская семья в этом городе. Православие и буддизм – они созвучны? Ну, в некоторых моментах – да, потому что обе религии, они, как сказать, молятся на любви в первую очередь. Вот и все. Я больше верю в… Как это? Самая главная религия – это любить. Никогда не напитать. Вот даже человек, если тебе делит вред, не обязательно ответит так же. Наоборот, надо всегда отвечать любви, добро. И она к тебе вернется. Что для тебя самое ценное в жизни? Самое ценное в жизни? Самое ценное в жизни – это сила продвижения. Приземляться – это очень важно. Когда есть кто-то рядом, кто приземляет. А это на втором месте. А в свое продвижение есть все. Обычно это жена, подруга. Это тоже сила продвижения. А кто для тебя важнее – жена или дети? А, думаю, жена или подруга. Нет, такого нет. Важнее нет. Опять же, да. Это же комплексно. Это все, это комплексно. Нет, одно без другое не бывает. Что для тебя – честность? Честность? Ну, это самое легкое, что можно делать в жизни, на самом деле. Быть честным. Потому что, ну, как-то там, не врат, не дурить, там, и так далее. Ну, это легко. Не всегда интересно, но легко. Дружба? О, дружба – это классно, это хорошо. Любишь дружить? Нет, ну, у нас есть, там, круг друзей маленький, но мы поддерживаем отношения. Дружба – это важно. А что нас объединяет, вот этот круг друзей? Что нас объединяет? Ну, много чего. Хорошие, там, ну, мы и думаем одинаково. Вкусный ресторан объединяет. Дети дружат. А в Киеве есть вкусный ресторан? Есть, конечно, тем более сейчас по курсу. А? Сегодня. Можно ходить в любой ресторан. Все, ребята, надо ходить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.